Друзья, всем привет! В этом видеоролике я хочу донести до вас свежую, актуальную информацию, что сейчас происходит на рынке по продаже новых автомобилей. Как вы знаете, я занимаюсь помощью в покупке новых автомобилей, общаясь с разными дилерами, общаясь с разными брендами. И сегодня я хочу донести до вас информацию, что же сегодня, на момент середины октября 2020 года, происходит на рынке новых автомобилей. Какую дичь вытворяют некоторые бренды, вы просто офигеете. Кликбейта в заголовке нет. Для вашего удобства я составил целый список. В описании к ролику вы увидите тайм-код, он будет также закреплен в первом комментарии. На какой минуте о чем пойдет речь. Я постараюсь быть кратким и говорить только по делу, донести до вас только полезную информацию. Друзья, я вам хочу порекомендовать интересный канал моего знакомого, которого вы, в принципе, знаете тоже. Зовут его Максим, он с Дальнего Востока, и у него есть своя компания с названием Автозаказ. Вообще, Макс уже давно занимается поставкой автомобилей из Японии. Как под полную пошлину, так и конструктора, распилы любых марок. Он активно развивает свой YouTube-канал, где про все это снимает, рассказывает, показывает, как возятся автомобили из Японии, почему это актуально в наше время, а самое главное, рассказывает простыми словами, как людей разводят в этой сфере, показывает всю подноготную, про таможню, в общем, все, что с этим связано. Также на канале есть рубрика, где они делают обзоры на различные японские машины. Вот действительно интересно посмотреть, потому что я смотрел некоторые обзоры тачек, таких я раньше вообще и не знал о их существовании. Ну, понятное дело, рынок Японии – это совсем другая история. Ну и, конечно же, компания Макса Автозаказ организовывает доставку автомобилей из Японии, хоть они все и праворульные. Прозрачную историю вы получаете по автомобилю, вы получаете настоящие проверенные пробеги и состояния. Машина везется сразу на вас, и вы будете первый собственник по ПТС в Российской Федерации. В общем, всем тем, кто интересуется автомобилями, канал Максима действительно может показаться интересным. Я оставляю на него ссылочку. Также я оставлю ссылочку на его сайт Автозаказ, где вы можете оставить заявку, если вдруг вам нужен автомобиль из Японии. Оставляя заявку, с вами связывается менеджер и грамотно вас проконсультирует по всем вопросам. Многие люди от меня уже обращались и покупали автомобиль. Ссылаясь, что вы от Машкова, они вам дают в подарок запас масла на два года. Сайт Автозаказ и канал Макса ждут вас по ссылочкам в описании. Переходите, подписывайтесь. И первое, с кого мы начнем – это Тойота. Сегодня буду рассказывать реальные невыдуманные истории, вы просто офигеете. На днях мне пишет человек с желанием купить новый Land Cruiser 200 в максимальной комплектации. Человек тот сам проживает в регионе. Говорит, у нас машин нету, что там по Москве? Звоню одному дилеру, у которого, как правило, я покупал автомобили. Тот дилер, который давал мне, внимание, на Тойоту Камри минус 200-210 тысяч рублей. Просто за наличный расчет. Тот дилер, который на весь модельный ряд всегда давал мне хорошие цены. Спрашиваю, что там есть? Он говорит, смотри, ситуация следующая. На всю нашу сетку, а их ряд салонов по Москве, есть только один свободный для продажи Land Cruiser 200 в максимальной комплектации. Именно то, что нам нужно. Цена этого автомобиля на сегодня порядка 6 миллионов 390 тысяч рублей. Но, чтобы его купить, нужно доплатить по-хорошему, говорит, 2,5 миллиона рублей. Но для тебя мы можем сделать скидку и будет и того 2 миллиона рублей. Друзья, чтобы вы понимали, это просто наценка на автомобиль. Они их проведут как доп. оборудование, либо могут провести просто-напросто автомобиль не по РРЦ, там 6 миллионов 390, а просто плюс 2 миллиона рублей. Хочешь, покупай. Не хочешь, иди нафиг. Вы скажете, да пошли они, конечно же, нафиг. Но почему и откуда идет такая ситуация? В этом году, 2020, новых Land Cruiser для них больше не привезут. Соответственно, на машины дефицит, а спрос есть каждый день. Люди звонят со всей страны, Land Cruiser 200, Land Cruiser 200, ликвидная машина, хотят купить. И, соответственно, вот такие условия. Понятное дело, что из 100 звонящих 99 отвернутся и не будут покупать его. Но, возможно, один человек его купит, и дилер, соответственно, заработает себе дополнительную бешеную маржу. Как говорится, для них это бизнес и ничего личного. Я сделал публикацию в Instagram нашего канала с этой новостью, где люди многие справедливо написали, что это незаконно. И что если обратиться в соответствующие органы, дилера за это еще можно, как говорится, отхлестать. Но я вам расскажу такую простую историю. Как только вы напишите заявление, подобные ситуации сегодня происходят по всему модельному ряду. И Toyota, и других брендов в России. Людям просто-напросто говорят, либо ты берешь допы, либо ты идешь нафиг. Так, если вы куда-то начнете жаловаться, как это будет происходить, вам нужно это все дело зафиксировать. Нужно, чтобы кто-то пришел, все это как бы увидел, что вам действительно навязывают услугу. В какой-то момент, когда вы зайдете с каким-то проверяющим, либо юристом, как поступит дилер? Он скажет, сейчас, секунду, кто, мы вам навязывали какие-то доп. услуги? Ничего мы вам не навязывали. Конечно, давайте ваш паспорт, 15 тысяч рублей, мы сейчас оформим предоплату. Вы скажете, о, нифига себе, то-то же, да, то-то же сразу. А потом он побьет в компьютере и скажет, ой, а эту машину уже забронировали. Соответственно, он может вам нагло наврать, что ее забронировали, но при этом вы не имеете никакого права лезть в компьютер. Это уже отдельная коммерческая организация. Докажи, покажи, никто вам ничего доказывать не будет. То есть, тем самым вас аккуратно, простыми словами сольют, скажут, да, да, извините, но, к сожалению, эта машина уже ушла. Поэтому вот такая ситуация здесь происходит, самая натуральная спекуляция. Машин мало, спрос есть и, соответственно, они начинают навинчивать цены. То же самое происходит с Toyota и Land Cruiser Prado. Там тоже идут наценки в Москве, это то, что мне назвали, плюс 800 тысяч рублей. Некоторые люди пишут с регионов, у нас на Land Cruiser было миллион, у кого-то плюс 500 тысяч рублей, у кого-то на Land Cruiser Prado плюс 300 тысяч рублей. Страна большая, везде ситуация меняется, где-то наценка будет больше, меньше. Но сам факт того, что сегодня купить ликвидную Toyota с хорошей скидкой или хотя бы просто по розничной цене и с набором доп. оборудований на 100-150 тысяч рублей просто нереально. И тут же подводим черту по всему остальному модельному ряду Toyota. Сегодня скидок 0 рублей, 0,0 копеек. Никакой автомобиль вы не купите сегодня у них со скидкой. Запомните это, пожалуйста. Очень часто люди пишут, Дмитрий, хочу купить Camry. Друзья, я бы с удовольствием вам помог. Но сегодня ситуация такая, что никто вам со скидкой с реальной, с прямой от салона машины не отдаст. RAV4 никто вам их со скидкой не отдаст. Хотя раньше, там еще в июне-июле мы покупали их минус 50 тысяч плюс небольшой набор доп. оборудований казалось, блин, маловато, хотелось бы побольше. При этом маржа на RAV4, если не ошибаюсь, там порядка 200 тысяч рублей точно есть с мотором 2,5 литра. На сегодняшний день фига. То же самое копировать, ставить происходит и с Lexus. Ну, сами понимаете, Toyota, Lexus, старший брат. Мы с вами двигаемся дальше. Будем с вами миксовать. Дорогая машина, теперь идем Lada, Kia, Hyundai. Друзья, ни хрена ничего нету. Никаких поддержек, никаких скидок не будет. С выходом Kia K5 действительно спрос на нее просто вырос в никуда. Потому что каждый день приходит по 5, 10, 15 писем именно запрос только на Kia K5. Kia K5, Kia K5. Что происходит в реале? Приходя в автосалон, все те, кто покупал, напишите, пожалуйста, в комментариях, что так и есть. Розничная цена плюс по Москве на сегодняшний день называют плюс примерно 200-250 тысяч рублей. Факт в том, что купить сегодня популярную машину со скидкой не получится. При этом в прошлом месяце была такая ситуация. То же самое я рассказывал, например, что Hyundai Sonata со скидкой вы не купите. Но пишут люди некоторые, а я пришел, а мне скидку сделали. То есть обошел все салоны, полазил, поискал. Она там не прям вау какая-то космическая. Но тем не менее, человек забирает ее ниже розничной цены, ему дают небольшие допы. Хотя, общаясь с другими дилерами, говорят, ну странно, почему так сделали. Потому что сегодня машины хорошо продаются. Не забывайте, что K5, Sonata, они покупаются как для физлиц. И точно так же эти машины очень хорошо уходят в такси. Вот сейчас, внимание, все остальные автомобили, которые ниже полтора миллиона рублей. Hyundai Solaris, Kia Rio, все автомобили Lada, Skoda Rapid, Skoda Octavia. На сегодняшний день никто вам на них честную прямую скидку вообще не сделает. Та же самая история, что машины в цене растут. И на них только накидывают доп. оборудование, либо просто делают наценку. И при этом люди покупают. Вот вы их говорите иной раз, а все дорого. Вот смотрите, цены вырастают вперед. Я не знаю, кто эти люди, зачем они сейчас покупают. Но, тем не менее, народ какой-то бешеный, бегут, все скупают. Мало того, что приходится им покупать автомобили многим в кредит. Действительно, вот на такие недорогие машины чаще всего сейчас люди приходят с кредитными деньгами. Покупая какие-нибудь BMW, но мы до них дойдем, чаще всего приходят запросы. Там, а-ля, допустим, мы готовы купить за наличный расчет. Но, тем не менее, там кредит рассматривают скричневый ради скидки. Может быть, чтобы денежки какие-то были. В общем, какие-то отдельные истории. Здесь же денег нету, цены вверх, дополнительное оборудование на четверть миллиона рублей. И человек говорит, ну, а что делать? Мне вот машина нужна. Идем дальше. По списку у меня будет Шкода. В принципе, популярные автомобили в нашей стране. И когда все было хорошо до пандемии, эти тачки просто разлетались вот так. Весь модельный ряд, в частности, Octavia, отлично разлетались. Skadiaki, хорошо разлетались. Новые Rapid'ы пользуются действительно популярностью. Karoki сейчас тоже набирают популярность. На весь модельный ряд есть спрос, за исключением только Superbo. Что происходит сегодня? Вот есть у автомобиля розничная цена, да? Рекомендованная розничная цена, по которой завод-производитель рекомендует автомобиль покупать. Шкода пошла дальше. Некоторые дилерские центры просто берут к этой розничной цене, еще плюсуют 100-200 тысяч рублей. Подчеркиваю, никакого доп. оборудования вам не дадут. Просто ты приходишь и покупаешь машину дороже там на 100-200 тысяч рублей. Доходит до смешного, но, тем не менее, машин мало. Спрос есть. Все, пожалуйста. При этом, у них есть такой легкий прогноз, что, общаясь с разными менеджерами, они говорят, ориентир, мы надеемся, что в ноябре ситуация поменяется. Им должны навести больше автомобилей, и если все будет тихо, спокойно, потому что, ну, сейчас, опять говорят, возможно, какое-то будет закрытие из-за вируса. В общем, если этого не будет, ситуация хоть как-то стабилизируется, возможно, автомобиль начнет уже продавать по розничной цене и делать какие-то скидки, подарки. Но это пока лишь прогноз. Важно. Совсем недавно мы покупали человеку Skoda Superb. Автомобиль вообще не популярный. То есть, в целом, их практически не продают. В лучшие времена, вот там, в начале года, в 19-м году, один, два, там, три автомобиля на дилерский центр. Мы нашли ему машину, которая была в самой полной комплектации. Она стоит практически 2 миллиона 992 тысячи рублей с небольшим набором доп. оборудования. Ему за наличный расчет эту машину пробили за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Это хорошая скидка, он был доволен, автомобиль был куплен. Китайцы. Вот как не снимешь обзор, мы хотя снимали один, периодически смотрю по YouTube, постоянно хвалят, все, реклама, всем дали денег. Что же вы, блогеры, себе этих китайцев не покупаете? Хотя, смотрю, сейчас некоторые начали покупать. Суть в следующем. Чтобы сегодня купить китайца, точно так же нужно постоять в очереди, нужно доплатить за доп. оборудование. В некоторых дилерских центрах просто взлетная оценка 50, максимум 100 тысяч рублей. По крайней мере, то, что я слышал. Чтобы купить вот этого ненужного, вонючего, жалкого китайца. Факт в том, что на них спрос ничем не меньше, чем на корейцев, японцев. Действительно, машины очень хорошо разбирают. Поэтому просто отмечаю это как факт. Скидку на китайца 0 рублей, 0 копеек. Я думаю, у вас возник логический вопрос. Какого фига мы ходим возле какой-то большой черной машины? Cadillac Escalade. Эту машину мне дали друзья из American Service. Это не дилерская, не представительство тачек. Она 2015 года с пробегом 106 тысяч. Мне дали ее на пару недель, для того, чтобы мы покатались, поснимали. И плюс мы сделаем видео с ними, где ребята расскажут, сколько стоит эта машина по содержанию. То есть такой полезный, насыщенный сюжет. Поэтому подпишитесь на канал. Мы сделаем про эту машину два ролика. Они действительно будут интересные, насыщенные. С историей постараемся не просто Cadillac черный большой. Нет, постараемся сделать интересно. Следующий в моем списке это Audi. В 2019 году очень хорошо продавались А4. Вы вспомните, да? С передним приводом, 1.4 мотор. 1.7 миллиона были машины. 1.8 миллиона. Уже под конец, когда машин становилось мало. 1.9 миллиона это уже прям считалось даже дорого. Audi Q5 по цене были 2.5 миллиона с S-лайнами. Это прям вот было несколько автомобилей, которые продались за полчаса через Инстаграм. Действительно. Я покупал их 2.650, 2.700, 2.800, 2.900. Это уже было дорого. Что же происходит сегодня? Но новые Audi A4 с передним приводом, но двухлитровым мотором. Там есть теперь отличия по комплектациям. Они, в общем, стали побогаче. Стоит, внимание, со скидкой 2 миллиона 770 тысяч рублей. Да, ребята, вот на сегодняшний момент с передним приводом 2.770. С полным приводом, если я не ошибаюсь, 3 миллиона 150 тысяч рублей. Или 3.300. Плюс-минус такую цену считали. Audi Q5 можно купить примерно по цене в среднюю. 3,5 миллиона рублей. Audi Q3 в хорошей комплектации примерно 3 миллиона 150 тысяч рублей. Кто-то напишет, да я отбрал дешевле. Вопрос, когда? Если это было несколько месяцев назад, то да, тогда было дешевле. Цены просто меняются. За текущий год я еще не купил практически ни одной Audi. За исключением нескольких Q7 в богатых комплектациях, где ценник был под 6 миллионов. Одну машину и вовсе человек выбрал под заказ. Сейчас оформляет заказ. В общем, готов ждать. Вот такая ситуация. На Audi раньше был действительно хороший спрос. На сегодняшний день с такими ценами не знаю, что там ребята продают. Раз заговорили про Audi, так и давайте продолжим немецкую тройку BMW. Вот здесь действительно спрос хороший. Вот серьезно, очень часто, вот чаще всего из трех брендов запрашивают именно BMW. При этом, как я вам уже рассказывал, цены на них выросли примерно за последние полгода на 600 тысяч рублей. И ситуация с ценами меняется более чем стремительно. Данный фрагмент я записываю на телефон вообще на следующий день. Почему? Сегодня мне поставил человек найти BMW X5 M Sport Pro. Эта комплектация по рознице, вот просто, чтобы вы понимали, стоит 6 миллионов 550 тысяч рублей. Естественно, найти его в наличии в Москве, это очень сложно. Машина востребована, а если она и есть, вдруг там свободная к продаже, там сразу вешат плюс там 900 миллион рублей. Ну, кто-то может быть 500 тысяч навешивать доп. оборудования. Я говорю, ну, а есть свободная, товарищи говорят, ну, смотри, со следующего месяца, внимание, со следующего месяца ноября машина прибавит в цене плюс 540 тысяч рублей. Это при учете того, что последние 6 месяцев она и так, как и все другие машины из модельного ряда, постоянно в цене прибавляет. Плюс 540 тысяч рублей. Дилер даже присылает скрин с официального сайта, что вот уже 7 миллионов 90 тысяч рублей стоит машина. Это просто жесть. Даже сейчас, в октябре, пришли новые цены у них плюс 120 тысяч рублей. Я об этом рассказывал в инстаграме. Канал обязательно подпишитесь, я там периодически делаю полезные новости. Значит, что происходит? Трешка с полным приводом, ориентир теперь 3 миллиона рублей. Вот самая популярная комплектация. Пятерки разобрали нафиг все. Если кто-то сейчас еще думает, что вот сейчас уже в преддверии выхода новую я куплю. Все, их уже разобрали ориентировочно в сентябре. Оставались совсем немножко автомобилей, цену на них уже подняли. X5 разбирают, X6 разбирают. Более того, я вам хочу рассказать такую историю, что когда тут вся фигня пошла, на дорогие машины некоторые люди, вот перекупы, что они делали? Они приезжают в салон к дилеру, договариваются на каких-то условиях, бронируют автомобиль деньгами. А дальше ищут человека, кто готов купить на этих условиях. При этом они ему переуступают очередь за 50-100 тысяч рублей. То есть, вот стоит машина, я пришел на нее, договорился, что она будет стоить 5 миллионов рублей за наличку. Дальше я ищу, кто ее готов купить. Потому что машин было мало, образовывался дефицит. То есть, бронируют товары, бегают и ищут. Мне периодически пишут, говорят, вот есть такая. Купи очередь, 50-100 тысяч, и мы тебе даем возможность купить. В общем, с немцами ситуация следующая. Все тачки выросли в цене, но при этом, общаясь с менеджером, как дела, как дела. Постоянно сейчас с клиентом, с клиентом, с клиентом. Машины идут, продаются. В этом плане, мне кажется, мало кто из них может пожаловаться. С Мерседесом плюс-минус та же самая история. Приходят люди, готовы покупать, все офигевают от того, что цены просто улетают в космос. Тем не менее, Мерсе покупает. Была история, где один дилер продал Мерседес Гелендваген за 18 миллионов рублей. Рассказывают, что по калькуляции машина выходила 15 миллионов в себестоимость. Ну, условно. То есть, 3 миллиона чистыми. Салон заработал с продажей автомобиля. Его купили за наличный расчет. Дальше у нас пойдет такой Блиц. Инфинити. Всегда на них был маленький спрос. Тем не менее, периодически покупают Куикс 60. Скидки на них делают небольшие. Иной раз бывает так, что они могут скинуть 50-100 тысяч рублей, но дать что-то прямо подарками. И даже сейчас, вот в условиях вот такой всей ситуации, в сентябре мы покупали Инфинити с действительно выгодными условиями. Chevrolet, Citroёn, Peugeot, Subaru, Suzuki, Renault. В целом тишина. Есть автомобили, например, Renault Duster, Renault Duster часто обращаются. Но факт в том, что там никакой скидки вам никто не сделает. Машина популярная. Их продают примерно по той же самой ситуации, что либо с допами, либо с наценкой. Нифига ничего не будет. Suzuki. Совсем недавно покупали Suzuki Vitara. Вот здесь интересная ситуация. Обзваниваю стандартно. Вот я вам все это рассказывал. Все есть в открытом доступе. Все бесплатно. Садитесь на телефон, звоните. Каждому дилеру ищите. Ищу человеку машину. При этом мы договорились. Потому что я вам помогаю. Будет скидка хорошо. Не будет скидка, а мне вопросов нет. То есть гарантии. Ну никаких гарантий в данной ситуации сейчас не дашь. Звоню, 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 звоню. Везде нет скидок, нет скидок, нет скидок. Тут раз вылетают два дилера, которые дают поддержку по трейд-ин 130 тысяч рублей. При этом изначально все называют поддержку 80 тысяч рублей. Уже плюс 50 тысяч. Человек об этом не знал. И самое главное, что от себя, а не от салона скидывают минус 50 тысяч рублей. И потом уже на сделки. Ну там какие-то мелкие подарки подарили в виде сетки, коврики. Вот плюс-минус это. Человек был доволен. Машину нашли в наличии. Приехал, сел, уехал, купил. А вот, например, в Сузуки Джимни. Там ситуация такая, что квоту на Россию выделили мало. Соответственно, чтобы купить машину, нужно стандартно у всех дилеров. Вот одно и то же. Плюс 150 тысяч. Набирайте доп. оборудования. Остальные машины списка надо смотреть, искать все индивидуально. Возможно, на какую-то из них скидка будет. Land Rover-Yaguar. Не обсуждаем, потому что я их ни разу не покупал. То есть никогда до дела не доходило. Знаю, что в хорошей вере на них делали также миллион. Без проблем, там можно было сторговать. Сейчас нам пофигу, потому что машины дорогие. То есть не так пользуются спросом. Mazda. Mazda пользуется спросом хорошо. Шестерок до сих пор нет. CX-5 мало. То есть их продают все с наценкой. В лучшем случае, бывает, вылетают машины, которые готовы отдать по рознице. Соответственно, у них пока что ситуация не изменилась. Возможно, на ноябрь тоже будет просветление. Mitsubishi. Отдельная история. Mitsubishi, Mitsubishi. Кому как больше нравится. Плюс-минус, по некоторым машинам у них договориться можно. Nissan. Вот здесь интересная ситуация. Смотрите. Общался с дилером, у которого я их периодически покупал. На Qashqai, говорит, 1050-1070 скинуть можем, но не хотим. Можно попробовать договориться. Говорит, в идеале нам, конечно, продавать, как и всем сейчас, с наценкой. С кредитом, с трейдином, чтобы заработать. На X-Trail тоже, говорит, до 100 тысяч можно попробовать потолкаться. На Murano можно потолкаться. Но на эти автомобили почему-то не так часто приходят запросы. Тем не менее, там что-то получить можно. Вот интересная ситуация. Мы брали Datsun. Datsun, он относится там также к Nissan. Группа компаний, у которых я брал, одни тут предлагали на днях поехать на мероприятие, на два дня поснимать там что-то Nissan куда-то в горы. Я говорю, а дайте здесь машину-то поснимать. Они такие говорят, а как вы снимать будете? Говорит, в каком смысле как? Говорит, вот мы смотрели обзор с Datsun, нам такой обзор не нужен. То есть, понимаете, Datsun, откровенно говоря, многие из вас поддержали то, что машина, ну фу-фу, откровенно. Но это дешевая, недорогая машина, с ней там по большому счету требовать нельзя. Тем не менее, увидели, говорят, не-не-не, мы побаиваемся таких обзоров. Porsche скинут, скидут, скидку сделают небольшую. Все зависит от комплектации, от модели. У них есть модель, на которой делают больше, есть модель, на которой делают меньше. Опять же, там можно договориться, получить скидку на машину под заказ. Volkswagen. Вот здесь интересная ситуация. Самые востребованные автомобили это Polo, Tiguan и частенько, ну периодически спрашивают Touareg. Polo и Tiguan сейчас, естественно, ничего ждать не придется, потому что спрос бешеный. Вот рассказываю, друзья, как есть. Хотел бы вам сейчас с удовольствием сказать, что на Tiguan, как раньше, помните, минус 450 тысяч. К сожалению, на данный момент такой ситуации нет. Volvo скидки делают, реально делают с ними, можно договориться. У них машин много, поэтому вот мы покупали там в августе, как-то человеку, там она стоила по рознице 4200. Мы ее забрали за 3550, что ли. Вот такая цена машины была за наличный расчет. То есть все было прозрачно, все понятно. Все индивидуально. При этом некоторые дилеры говорили 3900, 4 минимум, никто вам таких цен ниже не даст. Помните, цены растут на все. Цены растут на вторичку, хотя некоторые люди этого не понимают. Они думают, так, ну ладно, там что-то рассказывают, там наценки какие-то бешеные. А при этом некоторые думают, что вторичка должна остаться на том же самом месте. Я вам просто напомню такую ситуацию, что, например, я себе покупал Mazda в 15-м году за 1 270 миллион. Через 3 года с пробегом 145 тысяч километров я ее продал по цене 1 миллион 170 тысяч рублей. Хотя, когда я тогда опубликовал, мне тоже многие писали, что ты идиот, ты что, ей цена там 900 тысяч рублей. В итоге я ее продал за один день. Да, у меня совсем другая история. Сам факт того, что каждый год цены на машины растут. Особенно сейчас это просто они улетают в космос. Цены точно так же растут и на недвижимость. Общаюсь с разными сейчас риэлторами, агентствами по недвижимости. Все говорят все правильно. Вот смотрите, какая мысль. Вот по телевизору нам рассказывают то, что идет поддержка. Смотрите, ставки по кредитам падают. Нам рассказывают о том, что есть поддержка 10% для автомобилей. Первый автомобиль, семейный автомобиль. Не буду расшифровывать дальше. Факт в том, что эта поддержка, она как бы есть, но ее сегодня как бы нет. Почему? Вы приходите, вам говорят, да, мы вам сделаем 10% скидку. Но при этом дилер вам уже в обязалово накидывает дополнительные добровольные услуги. И тем самым эту скидку просто-напросто забирает себе. Покупая, например, недвижимость. Вот просто к слову сейчас снимаем про это. Казалось бы, доллар там растет. Да, у людей, кто хранил деньги в валюте, больше рублей получается. Ты приходишь сейчас по застройщикам, точно так же начинает накидывать сверху. Там кто 500 тысяч рублей, там кто миллион, кто два. Вы посмотрите, что сейчас происходит на вторичке. Мы про это снимем отдельный ролик по квартирам. Там просто у людей, у некоторых вот так вот крышка улетает в космос. Им начало казаться то, что их квартиры выросли на 2, на 3, на 4 миллиона рублей. Я про это все сниму покажу. Сам факт того, что сейчас тот самый момент, на мой взгляд, когда нужно просто набраться терпения и не покупать автомобиль. Ко мне приходят люди, спрашивают, ну что делать? Вот мне навязывают там допов на 300 тысяч. Я говорю, два варианта. Первый, либо ты идешь и кормишь дилера, а даешь ему деньги. Либо ты идешь спокойно домой и не покупаешь автомобиль. А вот если что-то будет дальше. Дальше, когда автомобилей станет больше, таких навязываний уже не будет. Соответственно, здесь в любом случае проще и, на мой взгляд, выгоднее дождаться, когда рынок вновь наполнится автомобилями. А так на рынке получается так, что каждый сам за себя. Менеджеры по продажам, пометь правильно, это просто вот их поставили. Это люди, которые работают. Ты им сказал утром руководитель, машины продаем в плюс 200. Значит, продаем в плюс 200. Завтра он придет, скажет, скидка минус 200, они будут рады сделать вам скидку минус 200. Некоторые приходят, хватаются за голову, как это так, на 100 тысяч допов уходят. Другие приходят, говорят, а что, я бы сам бы купил, меня устраивают, у меня все норм. Соответственно, есть те, кто машины покупает. Повторюсь, спрос есть, машин меньше. Поэтому крутится, вертится. Пока что за дилеров, друзья, можете не переживать. Те, кто хотят написать, да вот, скоро они все загнутся. Они не загнутся. У них все вот так, вот вообще, вот такое брюхо там полное. Все нормально, можем за них точно не переживать. Все у них хорошо. Поэтому вот такая ситуация на рынке происходит. Владейте информацией, знайте, что происходит. В следующем месяце мы снимем актуальную информацию. Часто так, 10-12 ноября. И расскажем, как изменилась ситуация. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там выходят свежие полезные новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваши комментарии, как вы купили автомобиль. До новых встреч. Всем пока-пока.